В Ивановском отделении общества слепых скучать некогда. В преддверии Международного дня незрячих людей, который отмечается в ноябре, творческие коллективы готовят праздничную программу. Убители музыки приходят на занятия в хор ветеранов труда. В этом году он отмечает юбилей 60 лет. Уступает не только для своего удовольствия, но и ездит на гастроли, например, в Плес. Репертура у нас обычно самый-самый разнообразный. В основном Россия, Родина. И веселые песни есть, и частушки. Солисты у нас есть очень хорошие. Репертура самая разнообразная. Всего разучили более сотни композиций и занимаются по два часа в неделю. Приходят в основном пенсионеры. Привлечь молодое поколение пока не удается. Те, кому по душе художественное слово, вступают в литературно-драматический коллектив. Здесь под руководством Людмилы Чернышовой разучивают тексты отечественных и зарубежных пьес, ставят спектакли. Немногочисленной труппе удается представлять свои работы не только на Ивановской сцене, но и в Москве. Сегодня читают по ролям Островского. Глупая. С деньгами-то не знает, что делать. А в нашем купеческом деле деньги – важное дело. Занятие два раза в неделю. Чтобы разучить одну пьесу, уходит больше года. Читать инвалидам по зрению сложно. Для слабовидящих распечатывают текст очень крупным шрифтом. Удобнее, правда, когда все написано от руки маркером. Для тех, кто не видит ничего – тексты по Брайлю. По Брайлю у нас читает одна девушка. Ее сегодня нет. Она готовится к концерту с хором. Поэтому она сегодня пришла, потом ее нужно приводить. А у нее и муж там занят в хоре. А остальные у нас читают все крупным текстом. В основном я им пишу. Есть в обществе слепых и спортивные направления. Недавно купили стол для тенниса. Правила, впрочем, несколько отличаются от привычных. На глазах игроков маски. Ничего не видно. Поэтому о передвижении шарика можно догадываться только по звуку. Надеемся, что будет еще больше ребят к нам приходить заниматься теннисом. Потому что сам играю, сам знаю, что это интересно. И призываю всех не сидеть дома, а приходить к нам в организацию. Недавно Ивановское региональное отделение выиграло президентский грант. Более одного миллиона. Потратить деньги на развитие творческих студий, приобретение костюмов и новых музыкальных инструментов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.